добрый день и так пока расскажу вам на мой взгляд очень интересный опыт который я в общем провел не специально в прошлом году я отработки отработку от вина весь этот жмых вот это он разместил вот эту емкость герметичную загрузил это есть у меня такой бывший автоклав он конечно не рабочий но сама емкость вот это вот внутренняя она закрывается герметично самое интересно что это я уже его помысл это мезга простояла у меня здесь девять месяцев это все находится в неотапливаемой такой теплички были морозы и все нос я наблюдал за динамикой если такой вот приборчик который измеряет давление внутри этой емкость то есть любая емкость герметичная которая имеется вот такой приборчик но этот прибор меряет не только повышенное давление но и вакуум это очень важно здесь вот шкала на положительное давление отрицательное и вот в тот момент когда давление я ориентировался по этому прибору и когда давление доходило там больше 0 3 0 5 атмосфер я сбрасывал углекислоту тогда когда наоборот происходил вакуум то есть стрелка опускалась вниз показывал что идет вакуум это происходило после того когда ушло интенсивное брожение и возникал этот нюанс вакуум тогда я не открывал кран и добавлял у меня есть кранчик и добавлял чисто воздуху совсем немножко и закрывал таким образом я регулировал газообмен в итоге за девять месяцев и морозов и всего прочего получился вот такой вот сусло для чач на мое удивление в бренде на мое удивление за такое долгое брожение качество очень высокое очень мягко пьется ну в общем таких напитков я еще никогда не делал все это зависит только от сырья ну большой степени то есть вот такой опыт если у вас есть такая возможность долго очень долго выдержать процесс брожения герметичной емкости то можно получить это джемых у меня уже я его он уже отбродил то есть я уже выгнал с него весь спирт и просто я не собирался снимать решил показать вам так вот выглядит внутри с косточками все ну в общем я очень удивлен такому результату что микроорганизмы настолько почистили весь этот процесс что минимум скажем хотя и сахар добавлял минимум каких-то побочных запахов и так далее напиток получится на удивление чистым это сделало время герметичная емкость и на определенных этапах я давал воздух не давая вакуум вакуум получается потому что микроорганизм когда здесь развивается в определенный период они потребляют кислород дрожжи тоже нуждаются иногда в нем так и произошло